Тысяча и одна ночь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Милый Алло Алло Анор, ты меня слышишь? Слышу Я спрашиваю, как у вас дела? Все ли в порядке с детьми? Не волнуйся Мы, наверное, уже скоро вернемся. Вроде все уладили. Завтра утром с самим мэром встречаемся. Ясно Почему ты говоришь со мной таким голосом? Каким? Равнодушным. Как будто тебе все равно. Нет, нет, что ты. Шахризат, меня дети зовут. Мне идти надо. Ладно, иди. Не давай им скучать до моего приезда. Хорошо, не беспокойся. Анор? Слушай Я ужасно скучаю. Ладно, главное, береги себя. Да, дорогой, не переживай. Благодаря Мехребан мы словно из Турции и не уезжали. Здесь кругом ее друзья. Конечно, она там у себя дома. От тоски, наверное, и следа не осталось. Да, она расцвела. Целую тебя. До свидания. Пока. Шахризат, встреча с тобой напомнила мне о прежних днях. С годами ты стал еще обворожительнее. С нетерпением жду нашей следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Давай, беги. Нелюфер, доченька, иди ко мне. Стою, на тебя посмотрю. Ты же вся мокрая, Нелюфер, детка. Надо переодеваться идти. Давай ручку скорее. Давай потом, тетя Фердевс. Ну, пожалуйста. Нам сейчас нет, да? Надо же. Телефер, теперь не уйди от меня. Вы видите, какие они у нас проказники. Сыграем еще? Случилось что-то, Нурбей? Нет, что-то ничего. Я все-таки тебя сейчас поймаю. Поймай. Вот и поймал. Теперь ты будешь. Уговорил. Поверить не могу. Значит, они женаты? Брат Керембея, это девица. Надо же. Весело. Девочка крупную рыбку отхватила. Да. Понимаешь, теперь от чего Севальханым попала в больницу? Зубастая официантка ему попалась. Змея она, а не жена. Да только тайная всегда становится явным. Ну, как же это странно, Мелек. Кино какое-то. Кино, говоришь? Но только я почему-то в эпизодах. А, глупости. Все наоборот как раз. Не понимаю. Я тебе объясню. Бурак навредить им всем захотел. Упрямый он парень. Не советую раздувать проблему. Долго этот брак не протянет. Да и характер ее наверняка проявится. Скажи, Керембея признал свою сестрицу? Признал, кажется. Я не знаю подробностей. Я все тайной начальников Беньяпы тебе разболтала. Да никто о них не узнает, Мелек. Спокойно. Ты сказала, а я все забыла. Слушай, это не фирма, а тайное общество заговорщиков. В головах у них тараканы. Да. Я спросить о тебе хотела. Слушаю. Мы недавно шахризат ханым ездили на открытие одной поликлиники. Имени Ахмета Ивлия Аглу, если не ошибаюсь. Ты что-нибудь о нем слышала? А что я должна была слышать? Скажи мне, Ахмета Ивлия Аглу это кто? Ты в курсе? Шахризат ханым готовила проект того здания. А, значит, я ничего не слышала. Какой ты ее родственник, полагаю? Приятного аппетита. Все хорошо? Ничего не нужно? Если принесешь еще вина, мы будем тебе признательны. Как прикажете, Фенди? То же или другое? То же, и без лишних любезностей. Тебе бы сюда еще официантов нанять, Мерт. А то все приходится делать самому. А мне нравится работать, Мелек. Только хамов не люблю обслуживать. Мерт хозяин этого заведения, правильно? Угу, верно. Ты общаешься с ним слишком близко, Мелек? Не знаю, словно вы... Серьезно? Мерт и Керем как родные братья. Он очень добрый человек, благородный и порядочный. Я давно с ним знакома. Что ж, не знала. Прошу извинить меня за подозрения. Ишенис придет. Добрый вечер. Спасибо. Милые ребята, не хочешь пообщаться? Слушай, давай фрукты возьмем. Ты общайся, а я таких избегаю. О, может, хватит? Бурак с другой развлекается, а ты, видно, решила в Трауэре пребывать. А ну, вставай. Нормальные парни, идем. Работа с утра до вечера, никакой жизни. Здравствуйте. Я решила не гонять тебя напрасно и сама пришла за вином. Это ни к чему. Нужно побегаю. Ты не против? Не против. Так, все. Ложимся спать. Пап, свозишь нас завтра покататься на лошадках? Да, папа, пожалуйста. Я очень по ним соскучилась. И я. Может быть, и поедем. Но ты ведь обещал нам. Конечно, папа, вспомнил. Сказал же, посмотрим. Вам обязательно меня злить? Вы и маме так же надоедаете? Конечно. А сейчас тебе. Понятно. Тяжело и с вами. Хорошо. Завтра разберусь с делами и поедем. Ладно? Согласны? Договорились, милая? А теперь спать. Ложись, ложись. Иди в свою комнату. Сладких снов, Каан. И тебе. Ты не мог бы мне книжку почитать, пап? Милая, ты ведь и сама прекрасно читаешь. Все, иди спать. Нилюфер, милая. Давай я тебя уложу, а? И книжечку почитаю. Спокойной ночи. Я и страницы не прочитала, как она уснула. А Нурбей? А вас весь вечер что-то беспокоит, Нурбей? Ты ошибаешься. Уснули? Угу. Хотите, я чаю принесу? Нет, не хочу. Ну, ладно. Я пройдусь немного. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Сынок, ты тоже мечтал о платье, м? Не надо мне платье Я купила тебе шапочку Я смотрю, они выросли за два дня, что меня не было Ты хорошо за детьми присматриваешь? Они самостоятельны Так, садитесь, поедем Я не успела тебя поцеловать Я столько о тебе думала Дети, чем вы занимались, пока меня не было? Только в школу все время ходили Как же так? Неужели папа никуда вас не водил? Мы хотели поехать к лошадкам, но без тебя не поехали Жаль Почему вы не поехали на конюшню, Анор? Дел много было Не вышло Дорогой, ты на меня сердит, кажется? Я и не думал сердиться Не знаю Может, поездка в Баку тебя так разозлила? Нет Я вернулась Хватит дуться, милый Я не собирался дуться Родной, я тебя знаю Ты на меня обижен Я по тебе скучал Ты же знаешь Когда тебя нет рядом Мне грустно Милый Который час, Анор? Мне в офис к четырем нужно ехать Гани, привет Для Тресеншаат все бумаги готовы? Хорошо Чуть позже я уже буду в офисе Попроси, Анор, открыть данные по черновому проекту, ладно? Да, я приехала До встречи Я искал всюду, Керембей Сообщил в соответствующей инстанции Больницы, полиция, жандармерия Но пока безрезультатно Просто невероятно Словно все не ищем иголку А заведение увеселительное вы уже проверяли? Конечно Учтите, район поисков у нас большой Придется подождать И правда По сути, весь запад страны Людей пока не отзывать Если вдруг найдете, дайте знать Можете идти Хорошо, Керембей Сезен очень переживает Знаешь, она словно погасла Даже не улыбается Если узнает, что с отцом что-то случилось Никогда себя не простит Не волнуйся О плохом мы бы уже знали Все больницы сразу проверили Войдите Прошу прощения Это список приглашенных, которые я передам для приобретения всего необходимого Нужен окончательный вариант Ладно Подожди, я при тебе прикину Знаешь, я глупо вела себя, Бурак Извини меня, пожалуйста Отправляй Здесь все подписи До свидания Мелек не заслуживает гробости О чем вы все? Хорошо, что я не стал в кабинете орать Ладно, остынь Извинись и забудь об этом Мне перед ней извиняться? Она нагрубила моей жене Оттянулась по полной А теперь я должен ей в ножки падать? Ха Не пойму, почему ты встал на ее защиту Я ее не защищаю, Бурак Но ее тоже нужно попытаться понять Ты бросил девушку, не дав ей даже объясниться Ты мог достойнее все решить И что прикажешь делать, а? Если я совершил ошибку, то теперь должен терпеть ее оскорбление? Это всех нас держит в напряжении Бину очень переживает Неужели трудно подобрать слова? Мелек достала меня Бурак, прошу тебя Хватит, извинись перед ней К тому же она сама признала свою неправоту Поговори с ней Станови эту ссору Ты же воспитанный парень Я извинилась, а он даже не посмотрел на меня Обезьяна дикая, невоспитанный Всего доброго Спасибо вам, Бурак Бей Мелек, успокойся и присядь Что между вами произошло? Мелек Давай поговорим Я пока посмотрю последние чертежи Я не хотел обижать тебя или грубить Мы как-то нелепо расстались Знаешь, ты права Я, наверное, очень виноват Тогда все произошло слишком быстро Ты не виноват Глупо все Сердце ведь не заставишь любить Верно Может, я тебя и не любил Но огорчать не хотел точно Да, я была резка Знаю Я рассердилась тогда ужасно Но давно в этом раскаялась Прости меня, ладно? Ладно Слушаю Минуту Ну, чья взяла? Я ведь говорила, он придет Эй, что было-то? Ничего Просил меня не обижаться Сказал, что сожалеет Очень хорошо Вот увидишь Ты что, с ума сошла, Эйда? Он подтвердил факт, что мы с ним расстались Ни о чем говорить Мне осталось его только забыть Напрасно ты так Милек, запомни В любовных делах просто никогда не бывает Бурака можно затащить в свои сети Если постоянно напоминать о себе Он должен ощущать твое присутствие Будь всегда на чеку Не выпуская его из цепких пальчиков Ничего это не даст, понимаешь? Ой, милая У меня впечатление, что ты вчера родилась Кто будет рядом, когда в браке начнется разлад? Ты? Не уверена Нет на свете одинаковых мужчин Некоторым нельзя показывать себя сильной Хорошо слезу вовремя пустить Будь с ним покорной А если нужно, слабой Я так соскучилась по нему Когда он вошел, мне захотелось обнять его И больше никогда не отпускать Пробьет твой час Подожди, не торопи события Ты так думаешь? Ты одержишь победу Да, так и будет Вспомнишь меня с благодарностью Ну, где ты пропадал? Соскучилась? Угу Говорил тебе, идем со мной Ну, ты заупрямилась, останусь здесь Поехали отсюда скорее Ладно Сообщили во все подразделения На юге Керем всех по тревоге поднял Мне плохо, Бурак С ним что-то произошло Не волнуйся зря, дорогая Все больницы уже прочесали Твоего отца найдут Знаешь, если что, нам бы уже сказали Не думаю Не бойся, любимая А плохие мысли гони от себя Ладно? Здесь я бессильна Знаешь, похоже, твой папа Сознательно прячется Ему нужно время, чтобы побыть одному Не бойся, родная Он отыщется Милая моя лилипуд С каким аппетитом эта детка кушает Мне тоже все нравится Конечно, мой милый Вы оба молодцы Скорее доедайте Тетя Фердевс вам мороженое с ягодами принесет Все нормально Как только вы приехали У них замечательный аппетит появился, иншалла Я почти все съел Куда-то собрались? Да В офис нужно съездить Есть дела? Я пораньше вернусь Прекрасно Я купила тебе подарок, Фердевс Ой, зачем вы беспокоились, шахризант Это приятно Ой, очень красивый платок Большое спасибо Пожалуйста Носи на здоровье Спасибо Я ненадолго Не обижайте, тетя Фердевс Ладно? Ладно, мама Всего доброго Как ты вообще можешь позволять Такой офисун? Да не виновата я Ни в чем мама Чтоб мне детей своих больше не видеть Я даже не знала Они на выставке встретились Али Кемаль сразу стал настаивать Ты не могла предлог найти Причину выдумать Я говорила, мама Оно бесполезно было Ладно, Ферсон Хватит Я хорошо тебя знаю Если захочешь Самого шейтана Вокруг своего пальца Обведешь Мама Пусть я ослепну Если вас обманываю Клянусь вам Я этого не хотела Я даже ушла В тот день из дома Чтобы с ним не встретиться Бродила по улицам Если вру Не видеть мне детей собственных Ладно, ладно Не надо ими клясться Опять он Он никогда меня не оставит Мамочка Знаешь Назначь встречу Встречаться с ним? Да Давай, Ферсон Договорись с ним Алло Ферсон Селин Ферсон Я соскучился по тебе Жду, не дождусь Когда приду к тебе Мы ведь можем увидеться Или мне так сказать По телефону лучше не надо Давай встретимся Ладно Где мы с тобой встретимся? Где? Сюда зови Приходи ко мне Если хочешь Я не могу никуда пойти У меня дочь маленькая К тому же даже помощницы нет Отлично Ферсон Ты только скажи Я хоть на край света приеду Так когда? Когда? Сейчас Не знаю Можешь сейчас прийти? Хорошо Я лечу к тебе Ну тогда до встречи Целую, Ферсон Ждать тебе не придется Сама ведь заварила всю эту кашу Так что не плачь теперь Сейчас мы поедем Будешь перзала? Чего ты спрашиваешь? Мы с головы умираем Достану Спасибо Соли так достаточно Ешь? Олег была сегодня в офисе Керема заходила И? Ничего Извинилась наконец-то Молу Перешла все границы Прости А ты что ей ответил? В каком смысле? Что сказал принц Когда она извинилась? Я в ответ извинился Сказал что мы могли Расстаться более достойным образом В общем вопрос закрыт Замечательно Поздравляю, Бурак Сезен Что за глупости, а? Ты почему из-за стола убежал, а? Значит Вы оба милые извинились Браво Вы благовоспитанные люди Все же как это Не делай ты из мухи слона Что тут такого? А разве не понятно? Что мне оставалось? Она извинилась Сказала, что была не права Зачем растягивать ссору на века? Она извинилась перед тобой Да? Какой только грязью она меня не поливала Я у нее и шлюхой была И охотница за богачами Замел значит дело? Все это ерунда Глупости не болтай Я не хочу, чтобы она к нам лезла Надоели ее штучки Ну конечно А друзьями вы с ней не остались? А? Может теперь с семьями будем общаться? Ты не слышишь себя, Сезен Сезен, я люблю тебя, понимаешь? Люблю до безумия Это уже ничто не изменит Хочешь, я больше не войду в этот офис Ноги моей там не будет Клянусь тебе Открой Фисо, красавица Не трогай меня Я не понял Но я Моя невестка страдает от твоей назойливости Какой же ты беспутный, мелкий, ничтожный человечишка Как ты посмел приходить к ней домой с подлыми намерениями? Уважаемая, не хотела к ней приходить Алики Мольбери Я ведь предупреждала, что моя внучка больше с тобой не занимается Я ведь просила не приближаться к семье моего сына и к невестке Нет, позвольте Фисон давно в разводе, уважаемая И в этом случае я могу Фисон остается родной матерью моих внучек Ты понял? Матерью Убирайся из этого дома Если ты еще хоть раз пройдешь мимо ее двери Или продолжишь изводить Фисон своими бесконечными звонками Я отомщу тебе так, что ты запомнишь меня на всю свою жизнь Пошел вон Я и сам больше никогда не приду к ней Можете не беспокоиться, не нужна она мне Убирайся отсюда Вон Мама Мама Да ты не шутишь, кажется На такой концерт Спасибо Ты столько дней им бредил, что я постаралась достать билеты Я за это тебя расцелую, не могу удержаться Надеюсь, я вам не помешала? Шахризат Ханэм, здравствуйте Шахризат, мы тут это... Она купила билеты То есть билеты... Знаешь, мы с ней на концерт пойдем, так что... И? Все хорошо? Да, вроде нормально Пока ты была в отъезде, мы с ней не сидели без дела Молодцы, я рада Возьми, пожалуйста А это тебе Зачем вы утруждали себя, Шахризат Ханэм? Мне приятно А Микрибан что, там осталось? Она со своими друзьями отлично проводит время Ой, Шахризат Ханэм, это потрясающие духи Замечательные, спасибо вам Пожалуйста Спасибо, Шахризат, не ожидал Понюхай, как пахнет Ладно, принеси мне кофе Сию минуту, Шахризат Здравствуйте Здравствуй, да Рада тебя видеть, как дела? Я тоже рада вас видеть, Шахризат Ханэм Прошу Надеюсь, не опоздала? Нет, конечно Выпьешь чаю? Если можно, кофе Прекрасно Дани, свари кофе для нашей гости Хорошо, Шахризат Ханэм Ну, в Баку, надеюсь, съездили успешно? Замечательно Гуляли, ходили в гости вместе с Мехребан Город такой красивый, да Будет возможность, побывай там Приятно слышать Я отправляла вам по электронной почте список бакинских поставщиков Надеюсь, вы его получили? Нет, не получила В Баку проблемы с интернетом Там я не проверяла почту Но по возвращению получила, спасибо Я бы не справилась без списка Ерунда Я счастлива, что могу хоть чем-то помочь с делом Благодарю, Ганни Хорошо Спасибо вам Шахризат, я совсем забыл Мы получили это недавно Фотографии со дня открытия поликлиники Бурханбей прислал Спасибо ему Открытие поликлиники состояло сюда Смотри Полагаю, все местные будут счастливы Хоть бы все люди были здоровы А кто здесь, Шахризат, Ханам? Вот это родители моего погибшего мужа Вашего погибшего мужа? Отец Каанны погиб в страшной автокатастрофе Да? Какое несчастье Так случилось А Мурбия разве не против? Вашего тесного общения с уже бывшими родственниками Не против А почему он должен противиться? Это бабушка и дедушка моего сына Конечно Так и должно быть В эту субботу мы поедем их повидать Мама, а почему Мехребан не приехала? Она пока останется в Баку, Каанн У нее там оказывается столько друзей Я сосчитать не смогла Полагаю, ей на пользу встречу с ними Вернуться на родину это совершенно особая вещь Ей даже не позволили ночевать в отеле То есть? Пришла ее подруга Гюльянар И даже слушать не стала Такая милая и так похожа на Мехребан Ну как близняшка Сказала, ночевать в отеле ты не будешь И они тут же ушли Значит, ты осталась в отеле одна? Конечно Что такое? Опять что-то не так? Нет Просто я не знал, что ты оставалась одна После встречи я только ночевать туда приходила Знаешь, я почти не бывала в отеле Милая, что такое? Почему ты не доела? Я старалась Мне больше не хочется Принести тебе сладкое, милая Да, Фердевс, принеси Не беспокойся, Фердевс Гюльджан принесет Сладкого хочешь, Каан? Угу Гюльджан Милая, принеси нам всем десерт Был один проект в районе Курткё Он судил мне большую выгоду Жаль, не сложилось Почему? Какой-то холдинг перехватил Да С крупными компаниями очень трудно бороться Все, что выгодно, перехватит Наверное Что тут поделаешь? Мне пока тебя нечем порадовать, Асджан Если всплывет что-нибудь насчет Бенгипы Я позвоню, ладно? Спасибо, Эда Ну что опять? В чем дело? Что ты? Все хорошо? Я тут в Шахризат Вы что, общаетесь? Пока еще нет Переписываемся Недавно она мне письмо прислала Очень интересное И что? Ну, ничего особенного пока Просто очень теплые письма Про былые времена Ничего себе Как жаль Что нельзя назад в прошлое вернуться О, Асджан Что происходит? Нет, Эда Ничего конкретного Выпьем за это прошлое Сынок, это жираф Прочти, Лильпут Что тут написано? Жираф Одно из самых высоких Жвачных животных На нашей планете Молодец, дочка И правда, какой высокий Смотри Я в зоопарке Видел живого жирафа В пятнышках Видел? Отлично Так, детки Вам давно пора спать? А вот это? Мам, еще капельку Быстро умываться Пора в кроватке Давай, Лилипут Идем, дорогая Пусть меня тетя Фердевс уложит Хорошо Пусть Фердевс тебя укладывает Но сначала оба в ванную Быстренько, марш, марш Сейчас будем чистить зубки Ну-ка, бегом, бегом, бегом Ну вот, опять лед закончился Сколько раз мне напоминать, чтобы следили? Даже если купим второй холодильник Льда тебе все равно не хватит Что это ты разговариваешь? Никуда не опаздываешь? Я это готова А вот твоя курица не торопится Айсу Милая, где ты? Иду, иду Ведет ты себя прилично? Ты не поверишь Она рождена для этой работы О, молодец Умеешь себя подать Вам нравится? Я даже цвет волос изменила Красавица Стильная девочка Конфетка Не вгоняй меня в краску, Тамер Ладно, чего краснить-то Не ударила в грязь лицом Не зря я тебя учил Идем Мы опаздываем Айсу Извини, дорогая Айгюль Классная ты Даже мне нравишься Айгюль, быстрей Какой же ты умница Нравится, как я их сложил Конечно Очень аккуратно А лилипота уже нельзя пожелать сладких снов Можно Пожелаем вместе Идем, милая Мы пришли пожелать Нелюфер сладких снов Уже уснула, девочка Нельзя ребенка так утомлять Лилипот уже спит Пойдем и мы с тобой спать Спокойной ночи, Фердеф Спокойной вам ночи Спокойной ночи, тетя Фердеф Они спят Угу А Нур? В чем дело? Фердеф Привязалась к Нелюфер Слишком уж сильно Они давно вместе Конечно, она ее любит Я о другом, пойми Она отгоняет от Нелюфера остальных Даже моего сына Ничего подобного Они привязались друг к другу Что ж такого? Понимаю, что привязались Не знаю Она как будто Пытается ограничивать Мое общение с твоей дочерью Это не так Тебе кажется? Нет, я уже давно замечаю Что стоит мне приблизиться К девочке С чего ты все это взяла? Ты ревнуешь? Тебя раздражает их привязанность? Я не имела в виду Ничего подобного Я сказала, что Фердеф Очень странно относится к девочке И мне это не нравится Ты напрасно тревожишься, Шахризат Они очень дружны и только Ладно, Анур Будем считать, что я несправедлива к ней Ну и чудесно Ничего чудесного Каан Мы уже опаздываем, милый Вы оттуда к Борханбею поедете? Угу Поедем Идем, мама, я готова Хорошо Пойдем Лилипуд Принести тебе вечером шоколадку и подарок? Нет, не надо Папа, мы пошли Давай, сынок Дедушке от меня привет большой Передам Осторожно Ладно Малыш, идем Догони Что такое, милая? Ты почему загрустила? Шахризат меня больше не любит, как мама Ну что ты, дочка, почему ты так думаешь? А почему они уехали без меня? Я ведь тебе уже все объяснил У них есть очень важные дела К тому же я остался Мы сегодня весь день проведем вдвоем Чем захочешь, тем и будем заниматься, хорошо? Я ничего не хочу Не говори так, пожалуйста Ты меня огорчаешь А, Нурбей, мне пришла в голову отличная мысль А что если мы с Нерефером приготовим вам красивый торт с виноградом и другими ягодами, а? Что скажете? Ты согласна? Мы займемся делом Правда, милая? А тебе понравится? Торт это здорово Давай еще какао добавим в Фердефс, ладно? О чем речь? Да хоть кофе Я жду твоих приказаний Ну что, побежали на кухню? Давай, детка, удачи Пойдем Гони Где одеяло бурчин? Такое розовое У нее в комнате Помог бы лучше, чем откуда-то сверху мне кричать Она была в ее комнате, ты просто его не заметила А, давай О, ничего не замечаю, словно на затылке глаза Ты опять нервничаешь? А как же? Я снова войду в дом, который назвать своим уже и не ожидала Тоже верно А почему ты не переоделся? Можно я чуть попозже к ним приду? Это почему? Я кое-куда собирался С Хюнер собрался встретиться Вас водой не разольешь, я смотрю Наверное Ладно, ладно Если бы ты мог привезти ее с собой, но... Ну что ты, так нельзя Бурханбей вообще не знает, кто она Только не задерживайся, а то я рассержусь Ладно Хорошо, иди Да, Пакизы должна была поставить коляску бурчин в прихожую Знаю Так-так А у моего папы тоже когда-то был рюкзак? Конечно, был Огромный походный рюкзак Значит, он был сильным? Это правда Очень добрым И очень сильным Он никогда никого не расстраивал А чем он занимался? У него было много занятий Что папа делал, то и я буду делать Ну, конечно, будешь Ну, куда ты пропал? Я не знала, что думать А, пробки в городе Ну что, как я выгляжу? Никогда тебя такой не видел Какие глупости, Али Кемаль? И сотый доля не сказал Я сейчас покраснею Фессон Я тоскую по тебе Не надо Я люблю твой неповторимый запах Бурчин уже не спит, Фессон Ханым Вы просили одеть ее, когда она проснется Конечно, Пакизе, спасибо Пошли, опоздаем Мамыш Ну, пошли Детка, поехали Тут и мама пришла Несли, пальчики в рот Идем Оп-оп-оп Побежали, миленькая Там написано папино имя Верно, сынок Зайдем лучше внутрь Я хочу записаться Здравствуйте, доктор Добро пожаловать, Шехризат Ханым Спасибо Как дела? Отлично Да, спасибо Сыночек ваш? Угу Кан Здравствуйте Ах, нет, Эвлия Аглу Это мой папа Знаю Я знакома с твоим дедушкой Шехризат Ханым Мы благодарны вам за такое дело Мы только построили здание, доктор Но без врачей оно ничто Это как посмотреть Знаете, этому одоленному району Очень нужна была поликлиника Жители вам так благодарны Прекрасно Ну-ка Понравилось? Очень красиво Я покажу тебе детскую комнату Что такое офисон? Не пойму Что-то мне неспокойно Девочки готовились к твоему приезду с раннего утра Угу Ну, пойдем Мама Мама приехала Ах, мои любимые Такие хорошенькие Мам, дай бурчин Привет Как ты выросла, малыш Добро пожаловать Добро пожаловать Спасибо Малышка Сестричка Давай хоть обнимемся Как же вы соскучились, Фисун Ханым Где наша девочка? Большая? Маленькая? Нет, большая Иди ко мне Ты похудела, кажется Фисун Ханым Если бы Ну, пойдемте Давайте Вот мы именинница Дождались Мама так красиво одела Нашу милую девочку Какая вам здоровья, мама Хорошо, дочка Мы рады тебе Мы для тебя украшаем Здравствуйте Добро пожаловать Для нашей сестрички Видишь? О А мы сейчас походим, да? Тише Тише Ай-яй, моя хорошая Дедушка Ты посмотри До чего Бурчин красивый Такая большая выросла Сама бабушка Моя сладкая Наша дедушка До чего же быстро выросла? Прошу Как приятно На дедах Ханым Правда? У ребенка день рождения И вся семья Наконец-то в сборе оказалась Да Бурчин Продолжаем Сейчас готовое тесто Мы будем переливать В форму, смазанную маслом Поняла? Ну-ка, давай Торт еще не готов? Ай, анорбей Только ничего здесь не пробуйте Ждите Где-то через час Будем пить чай С потрясающим полосатым тортом О, замечательно Смотри Это тесто с какао Я сама взбивала Мне все это уже нравится, милая Выливаем слой белого теста А потом слой теста с какао Ясно? Делай, как я Сейчас сама попробуешь А если я вдруг что-нибудь неправильно сделаю? А, я же рядом с тобой, моя девочка Это очень легко Мы же лепили с тобой пирожные из песочка Здесь то же самое Давай Спасибо, Фердевс Не за что, анорбей Если вы и не Люфер довольны То я довольна вдвойне Какая же ты у меня умница, милая Дальше я сама Вот так Немет Неси, можно жарить Я все замариновала Уже несу алики, мильбей Айше, доченька Принеси лимонад, милая Сейчас Сейчас мы тебе покажем Это так жалко Эй Схватил меня за палец Как настоящий богатырь О, как же мне пальчик свой забрался Какой большой мальчик И такой спокойный Да Опа О, как хорошо, Гачей Да, отлично И всем нравится Дедушка, мы приехали Добро пожаловать О, совсем уже взрослый мужчина Наш с тобой внук дорогая Бабушка Ах ты мой мальчик Милый наш Здравствуйте Здравствуй Кому передать Ты беспокоилась Как я рада Как поживаете? Хорошо, проходи Здравствуйте, Борханби Рад тебя видеть Здравствуй, Шехризат Прости, встать не могу С днем рождения, дочь Кефисон Кажется, что только родилась А смотришь, уже такая большая Два года пролетели Так нельзя, мать Если качелик не прыгают Дедушка, мы с мамой ездили в поликлинику Ты ездил? Тетя доктор мне даже детскую комнату показала И правильно сделала Кан, иди к нам Спасибо, Шехризат Слава Аллаху, дожил я все-таки Увидел, как поликлинику мою открыли А, может, хватит Сегодня у нас такой чудесный день, Борханби И не стоит грустить Дети уже поели бы За стол пора Хорошо Располагай Пойдемте Я тебя поймаю Сейчас я проверю, так ли это Хорошо Спасибо Приятного аппетита Ты что, торопишься куда-то, Ганни? Да, прости, но сегодня мне придется уйти пораньше Уйти? День рождения дочки сестры Дядя Борхан собрал всех у себя Я сказал, что приеду чуть позже Опаздывать нехорошо, пойдем Не торопись Не бежать же теперь, сломя голову Мне все ясно, я тебе надоела Как это надоело? Ты что, во мне сомневаешься? Пойдем Ты же торопишься Сегодня правда день рождения Борхан Шехризат тоже идет Если не веришь, спроси у нее Что ты? Я верю, честное слово Но вот странно, что ты... Тут ты ошибаешься Я ведь мечтал быть с тобой с того самого момента Как впервые увидел Но получается, что наше первое свидание срывается Ничего, не последний же раз Конечно Теперь тебе от меня вовек не отделаться Есть еще кое-что Что? Я к Бурчин не могу идти без подарка Поможешь купить? Вот и побудем подольше вместе Конечно Держи, Бурчин Браво! Вот это возьми Можно его подержать? Ай, молодец, Бурчин Да Вот так Тш-ш-ш О, мой хороший Мне как-то неловко перить Шехризат Ты в свое время больно ее жалил Не ценил я тогда ничего офису Зато теперь ценишь Малыш красивый Ох! Съем тебя сейчас Так, давай поставим Смотри теперь Молодец! Понравилась тебе наша Шехризат, малыш, да? Не случилось У тебя выкидыш был Очень жаль Мне тоже Я тебе сочувствую А что случилось? Доктор не объяснил? Знаешь, доктор очень внимательно меня обследовал в физу Просто так выкидыш не происходит Ты из-за свадьбы переволновалась? Может и из-за свадьбы Ну это вряд ли, конечно За два дня сдавала все анализы И результаты были отличные Посмотрите сюда, дети А может съела что-то неподходящее И такое бывает Я от волнения и есть ничего не могла Только чай травяной выпила, чтобы как-то в себя прийти Но от чая выкидыша не бывает Какие молодцы Давай еще раз Смотрите на меня, я вас сфотографирую Так, готова Ну-ка возьми, давай Ну пожалуйста А теперь с другой точки Маленький Девушки, улыбаемся Отлично получилось Так Молодец, папа Конечно, молодец А? Что Канн сказал, когда поликлинику смотрел? Давай я возьму его к себе Возьми Оп, пойдем, мой милый тетя Он сначала ничего толком не понял Только наблюдал с интересом за больными, докторами, медсестрами А потом, когда я рассказала ему, почему была построена поликлиника Ты снова стал сентиментальным, Бурханбей Все хорошо Канн всегда будет помнить Ты права, дочка Ты не опоздал Что сейчас задуете Бурчин пока не справится Зачем ей уезжать? Пусть сегодня здесь остается и переночует Как это? Правильнее будет уехать Аллах, Аллах Уезжать в такое время, надедаханы Все-таки Фесун здесь не чужая Да, не чужая, Бурханбей Только Фесун и Али Кемаль разведены Послушай, но ведь эта женщина нам с тобой троих внуков подарила Но Али Кемаль женат на Ису, если помнишь К ночи вспомнила Да, вспомнила, вспомнила Здесь уже случалось много такого, от чего опускались руки Можно хотя бы сейчас постараться избежать всяких неожиданностей, Бурханбей Что за глупость, родная? Это же другое То же самое Ты же вроде бы с ней помирилась Чего ж опять ты ее позоришь? Я и не думала ее позорить напрасно То ли ты упрямишься, то ли я объясняю плохо Я против этого, Бурханбей Придется тебе принять мое решение Обожглась на молоке, так теперь на воду дует И не переубедишь же Я попрошу у Таммера еще свидание А зачем нам с тобой Таммер, дорогой? Как это? Без него обойдемся Позвонишь мне, милый, и мы решим проблему Запиши мне свой номер Усну, маленький? Только что Ты сегодня очень устала Нет, мама, я не устала Мне это в радость Большое спасибо, что позволили мне появиться в вашем доме У Бурчин сегодня праздник был И мать должна быть вместе с ней И все же большое спасибо Шахризат с Каном уехали? Уехали Привет просили передать Я им благодарна Фюсун Бурчин уже очень устала Внизу на руках она стала плакать Мне кажется, вам уже тоже пора ехать домой Вы правы Надо ехать, пока совсем поздно не стало Бурчин будет капризничать Али Кемаль довезет тебя Странно, оба так рано легли спать Впрочем, Кан весь день носился с девчонками Фердефс отвела Нелюфера в бассейн Малышка резвилась там до самого вечера И на ужин у нее не хватило сил Она очень устала Нам тоже пора спать Хорошо Ты иди, если хочешь А я тут пока порядок наведу Ладно От кого сообщение? Отгони Не поздновато? Да нет, гости не так давно разошлись Что ж, ладно Я не понимаю Ты что, опять не веришь? Что-то я верю Нет, ты разучился мне верить Гани прислал сообщение, но ты сомневаешься Прочитай И недомолвок не будет Нет, не хочу Ты хочешь, ты сейчас лопнешь от любопытства Мне что, нельзя поинтересоваться, кто присылает тебе сообщение? У тебя какой-то патологический интерес к их содержанию, Анор А мои объяснения тебя почему-то совершенно не устраивают Прочитай и иди спать Что за глупости? Зачем только нужно все усложнять, не пойму Ну, все еще высокое? Снизилось, но ненамного Если хочешь, можем прямо сейчас поехать в больницу к доктору Нет, до утра не будем трогать Она так спокойно спит Завтра без спешки сходим на осмотр Тебе виднее Малышка весь день провела на свежем воздухе Ничего Ну ладно Скажи, почему ты такая грустная? Что тебя мучит? Как же мне не хотелось уезжать из того дома Гани Что ты говоришь? Ты же по-прежнему их невестка Нет К сожалению, я там больше никто Будь это так, они бы тебя туда не позвали Меня позвали на день рождения ребенка Бурчин приехала с мамой Я для них чужой человек Мне больше нет места в том доме Я это поняла Не плачь, дорогая Поверь мне, тетя Надиде и дядя Бурхан очень любят тебя Али Кемаль души в тебе не чает Такого не было со дня вашей свадьбы Наберись терпения Увидишь, что в скором времени у вас все наладится Станет даже лучше, чем было когда-то Если бы все было так просто Сестра, зря ты так расстраиваешься Ладно Ну что, хорошо тебе на новой квартире? А тебе что за дело? Не знаю Знакомая твоя больно противная, по-моему Я же там у нее не как гость живу, Мерт Я вношу часть квартплаты К тому же, еда приятный человек Мы дружим Но об этом пока говорить слишком рано Тебе еда не понравилась, верно? Не бросайся в омут, Милек Ты стала откровенничать совершенно чужим человеком По-твоему, она тоже меня предаст? Проехали Что бы я ни сказал, ты меня слушать не хочешь А Сизен тебе больше понравилась? Бураку ты объяснил, что она потаскуха? Что за слова? Бурак узнал Сизен совсем недавно, верно? Только увидел и помешался на ней Но даже этого ему было мало Он жениться побежал А ты меня винишь в поспешности Это же неприлично Будто других тем у тебя нет Ты опять все знаменатели к Бураку свела Браво Извини меня, Мерт По-моему, я просто сошла с ума Оно и видно, лечиться нужно Не злись, пожалуйста Умоляю, не надо Я и так совсем одна Мне даже поговорить не с кем бывает Знаешь, в такие моменты так нужна поддержка близких людей Близких? Не будь ты мне близким человеком Разве я могла бы вот так тебе довериться? Нет, правда Ты как мой носовой платок или как плечо Я могу перевести дыхание только с тобой Значит, я носовой платок? Да я образно выразилась Слушай, давай выпьем и не будем ссориться Больше ты пить не будешь Да ладно, тебе по одной За нас двоих Уговорила Выпьем за меня А ну не смотри сюда А то я брошу играть Ты сейчас проигрываешь Ничего ты не бросишь Пока все кости не закончатся Не встанешь с места А иначе запишем тебе поражение Не запишешь Играть честно Какое удовольствие от честной игры, Сезен? Говорит такое Даже не краснеет Что делать? Один из моих недостатков Это честность Ну, надо же Представь Я за тобой слежу Не вздумай мошенничать Я все вижу Керем? Как дела, Бурак? Ничего Что-нибудь известно? Да Ты его нашел? Нет Но говорил с Мехмедбеем И он сказал Что? На юге из мира он крутился В клубе каком-то работал Поиграл там пару вечеров И сбежал, как всегда Надо же Мы идем по следу Мне кажется, мы очень близко Вот-вот найдем Не беспокойся Сезен рядом с тобой? Да Да, я с ней поговорю Сейчас Керем просит тебя Никогда Ну ты что, Сезен, брат, хочет поговорить Никогда сказала Не чуди, милая Это же твой брат, Сезен Некрасиво отказывать? Здравствуй Как дела, дорогая Мы теперь Мы теперь знаем, что наш с тобой отец жив-здоров Верно Мы найдем его обязательно, так что успокойся, ладно? Ладно Большое спасибо Приятного вечера И тебе Бино Надеюсь, теперь ты начнешь улыбаться Ну давай тогда Что такое? Посмейся А еще, детка Зачем мне грустная жена в доме? Верно? Стой Нет Стой Я просто Я тут подумал Пригласим Керема на ужин Не знаю Можно, конечно, но Бино не придет Мы постараемся А не придет, ей же хуже Пригласи Иди ко мне Девочка Девочка Утром едем с Бурченко к врачу Можно, я опоздаю Спокойной ночи, гони И правда Я не поверю Что происходит? Поверить не могу Ты настолько Мне не доверяешь Что по ночам Мой телефон Проверять будешь Мои слова Уже не имеют Никакого значения Шахризат Видимо, ты никогда Не научишься Мне доверять Ты болезненно Ревнив Недоверчив И, похоже, даже Труслив Выслушай меня, пожалуйста Не буду я слушать Как бы тебе Окончательно Не разбить мне сердце Только за что Значит, продал яхту А новую брать Пока не собираешься Не знаю Что мне с ней делать? Конечно Сейчас яхта Это не твоя тема Я просто так спросил Которая на продаже? Вон та Это? Да Вполне Вот Сейчас посмотрим Братец Что? Когда на ужин заглянете? Это поступок Хронического эгоиста Нельзя стать счастливым За счет несчастья Других людей Вот и я думаю В этой ситуации Меня удивляет Керем В голове не укладывается Как можно одобрять их брак Ну и сыновей я себе вырастила Один вычеркнул меня из жизни И предательницы ищел А для другого Я вообще пустое место Не скажите Керем не может вас вычеркнуть Севальханом Я тоже обижена на него Он думает только о прошлом И еще о своем пропавшем отце А то, что у него есть жена Что она ребенка ждет Такие мелочи его не волнуют Ему все равно Не пойму В чем я провинилась Вы ни в чем не виноваты Не думайте так, пожалуйста Что нам доктор сказал? Не расстраиваться Ну разве можно Не расстраиваться, Бену Я согласна Но если все вокруг Думают только о себе Поступайте так же Пайдар Они контроль прошли, надеюсь? Сейчас все не так, как прежде Найду дотошные иностранцы Малейший дефект Отправить товар на склад Проверь, не поленись Не беспокойтесь, Барханбей И пересчитайте каждую вещь Все сделаю Ладно, удачи Спасибо Новое оборудование Оказалось полезным, отец Хорошая была идея Для того, чтобы поддержать продажи Отличная Наконец-то и ты меня похвалил Али Кемаль Спасибо, мальчик Ты что, остаешься? Если можно, я лучше к Фессун поеду И девочек не отвезу Они заждались уже Ладно, поезжай Папа, ответь мне на один вопрос Я... Мама не выносит Фессун И я не знаю, почему Я о бывшей жене заботчись И с детьми вожусь Но мама словно удерживает нас Друг от друга Я понимаю, зачем ей вас мучить Фессун стала совсем другой отец Она осознала свои ошибки Все поняла Человек исправился Полагаю, и ты понял Что был когда-то неправ Конечно, понял Мы надеемся снова быть вместе И чтобы дети тоже были рядом Что ж, похвально Но ты сам только что сказал одну истину Фессун твоя бывшая жена Сейчас ты по глупости состоишь В браке с другой женщиной Мама просто хочет Чтобы все события шли своим чередом Она не заинтересована в вашей размолвке Понимаешь, папа Приезжай Нехорошо опаздывать к детям Бурак приглашает тебя на обед И ты сразу соглашаешься Все верно Отлично Вот и иди туда, Дим Нас вдвоем позвали, милая И я согласился пойти Как можно думать, что я пойду домой К человеку, не удостоившему звонком Свою родную мать Которая из-за него чуть не умерла от инфаркта Пусть Бурак со своей матерью разбирается, Бино То есть тебя это вообще не касается? Я считаю, они сами должны разобраться Лезть не нужно Сиваль Ханым ужасно расстраивается А Бурак не желает этого замечать Ему скучно Но я-то вижу, как она страдает Эта женщина не единственный человек Которого ты игнорируешь Ты это к чему? Сорвалась Ты что, опять за старый Бино? В чем я провинился? Бесполезно говорить Ни тебя, ни нашего ребенка я не игнорирую Откуда в тебя такая злоба взялась? Я за жизнь отца беспокоюсь Я давно собиралась сказать Что уверена, со мной и Сиваль Ханым Поступили более чем ужасно Ну что ты опять там придумала? Придумала? Мужчина, которого я люблю больше всего на свете Тот, чьего ребенка я нашел Мой единственный Обо мне и не помнит Ему плевать Жива ли я, что я чувствую И о чем мечтаю Можно ли поступить женщиной более несправедливо? Бино Отстань, Кирем, от меня Красавица из сказки «Тысяча и одна ночь» и господин Леандр Вашу переписку пора прекращать Нельзя же все время виртуально общаться, правда? Послушайте хоть раз голоса друг друга Надо уже как-то сблизиться Ноль пятьсот тридцать два Девятьсот шестьдесят семь пятнадцать Не может быть, Шахризат Ты телефон не оставила? Девятьсот шестьдесят семь пятнадцать ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фильм дублирован объединением русский дубляж по заказу телеканала Домашний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова